Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине. Мы поговорим о биткоине, но сначала, Бен, извини, что перебиваю, мы поговорим быстро о моих сделках. Для тех, кто, для кого это важно, эта информация нужна просто быстрее, поскольку это информация для трейдеров, для тех, кто торгует этим с плечом, срочно, и вот что делать сейчас. Смотрите, что тут скажешь. Вчера мы пробились по биткоину, и сейчас потенциально ретестим это сопротивление, предыдущее уже как поддержку. Если мы сейчас отсюда отскакиваем, то все нормально, и я бы не порол горячки в текущий момент, я имею в виду, не шортил бы. Хотя, вы знаете, если мы сейчас как раз, если мы сейчас все-таки проваливаемся ниже и закрепляемся под этой линией, как под сопротивлением, вот то место, где я бы рассмотрел все-таки выход из лангов и, возможно, даже хеджевый шорт позиции. Пока у меня по альтам так и продолжают быть набраны лонги, вот по аудио сейчас я жду ближайших вот этих вот тейков, а вообще еще выше аудио жду, и дэш тоже я набрал как самых аутсайдеров, ребята, я набираю, чтобы вы понимали. Те, которые не растут, те, которые из камина, так что давайте. Хорошо смеется тот, кто открывает шампанское. Короче, это мой торговый план, пока ничего не изменилось, до тех пор, пока мы не ушли ниже вот этих вот значений, грубо говоря, где у меня вход по дэшу там, ну и по биткоину тоже, пока мы не сделали вот так вот. Опять же, дисклеймер не финансовый совет, решение принимать только вам. Ну а на гейте, для тех, кто не знает еще, у нас идет сейчас самое огромное масштабное соревнование по трейдингу. Мы создали команду профитроли, уже 57 участников, ребята, вступить могут абсолютно все. Наши рефералы, не наши рефералы, те, кто на гейте зарегистрирован еще 10 лет назад был, благо биржа старая, кто только что зарегистрировался. Так что вот, если вы еще не зарегистрированы на бирже Гейт, прямо сейчас не ждите, переходите по ссылке и сделайте это, и вступайте в нашу команду профитроли. Вот, собственно, торгуем, как обычно, на этом крупнейшем соревновании, где будут огромные призы. И всем тем, кому не достались призы на нашем локальном соревновании, все будет переброшено сюда, и какие-то бонусы еще будут, как я понял, от них. Так что, биржа замечательная, для диверса вполне подойдет, даже если вы торгуете в основном на Бинансе, или на Байбите, или где вы торгуете, напишите в комментариях внизу, чтобы я знал. Вот, для диверсификации подойдет более чем. Вот, ну давайте взглянем еще на ТРДР, перед тем, как перейдем к обзору от Бенни Кована, нашего любимого капитана очевидности. Вот, вчера я еще раз начертил вот этот канал на 4-х часовике, вот на 8-ми часовике видно. Есть определенное нисходящее давление, то есть даже в этом боковике мы видим, что у нас понижаются с вами продавцы и понижаются покупатели, да. Это все еще может быть классическим бычьим флагом, да. Я вам хочу напомнить, что бычий флаг как раз по школе, по учебнику, да, по теханализу, по учебнику паттернов, бычий флаг как раз рисуется сейчас идеальный, то есть он должен быть как раз направлен вниз, если мы говорим о бычьем флаге. Просто бывают, на крепте еще бывают бычьи флаги, которые направлены вверх. И это, конечно, не совсем правильно, потому что обычно медвежьи флаги направлены вверх, а пробиваются вниз. А бычьи, наоборот, должны быть направлены вниз. Так вот, у нас с вами этот флаг выглядел неправильно вот до сих пор, вот здесь, пока мы не пробили вот это дно. Поэтому с точки зрения теханализа по паттернам это хорошо, что мы пробили вот это дно, потому что это, по сути, скорее всего, будет являться медвежьей ловушкой с выходом дальше наверх. Вот, но еще раз вам говорю, это пока еще не точно. Выглядит, конечно, убедительно, но паттерны, опять же, не гарантируют вам на 100% своего исполнения. То есть они статистически вероятнее пробиваются туда, куда говорит нам учебник, но это не точно. А так, в целом, вот мы спустились практически уже в золотой карман FIMA. Ну, то есть велика вероятность, что нас отсюда прямо и откупят, либо еще будет финальный закол. Ну, если, короче, если мы сейчас упадем, все-таки, я думаю, или чуть-чуть подрастем еще перед этим, может, до середины канала куда-нибудь на 64 и потом упадем, то это был бы идеальный сценарий для быков, чтобы вы понимали, потому что это будет суперздоровая коррекция в район 47 тысяч, 46, 45 с чем-то, на уровень 70.86 по Fibonacci. То есть это будет прекрасно, если биткоин туда упадет, и вот оттуда уже набирать долгосрочные лонг-позиции при любом из вот этих вот сценариев, это все будет вести наверх. Вот такие мои 5 сатоши на рынок. А теперь давайте перейдем к обзору от Бенджамина Коэна. Спасибо, Сёрфи, за перевод. Спасибо вам, что смотрите Крипто Комманс. Если вы еще не успели или забыли поставить лайк и подписаться на канал, если вы зашли впервые, то сделайте это прямо сейчас. Итак, у нас было некоторое развитие на этой неделе, и есть пара важных вещей, за которыми, я думаю, стоит следить в следующие несколько дней и, скажем, 2-3 недели. Биткоин только что закрыл первую неделю под лентой поддержки бычьего рынка в 2024 году. Последний раз, когда у нас было такое закрытие под 20-м простым и 21-м экспоненциальным, было вот здесь в октябре 2023. Так что прошло довольно много времени с тех пор, как мы видели это последний раз. Это, по крайней мере, стоит отметить. Это кое-что, о чем мы говорили ранее. Мы сказали здесь в марте, что может быть сценарий, где биткоин найдет вершину за месяц до халвинга, так же, как IFUSD нашел локальную вершину за месяц до слияния, и потом пара уменьшающихся максимумов летнее затишье. И, похоже, это и происходит. Помните, всего пару недель назад, когда мы были на 71 тысячи, было очень много бычьего сантимента. И сейчас все это было смыто. Но я скажу, что на данный момент есть кое-что, за чем стоит следить в короткосроке, потому что в то время как у нас есть недельное закрытие под лентой поддержки бычьего рынка, есть случаи, где вы спускаетесь под него, и на следующую неделю возвращаетесь обратно, и это становится ложником. Так что будет немного рано, как мне кажется, предполагать, что мы не можем вернуться обратно наверх, особенно, если вы посмотрите на другие примеры, где был очень похожий паттерн. Я об этом хочу немного поговорить. Очевидно, мы сравнивали это с 2019, когда биткоин нашел вершину летом 2019, установил пару уменьшающихся максимумов и спустился под ленту поддержки бычьего рынка. И потом не мог вернуться обратно до конца года. Послушайте, мы знаем, что это одно из развитий. И если вы этот канал смотрели последний год, вы знаете, что это один из сценариев. Среднесрочный нисходящий тренд в рынке, примерно в то время, как срезают ставку. В противовес этой идее, то, что когда случился 2019, биткоин поднялся и нашел вершину за месяц до среза ставок. Я не знаю, произойдет ли это, но пока структурно. Все выглядит похоже на 2019, в том плане, что вы получаете уменьшающиеся максимумы и минимумы. Если вы на это посмотрите, у биткоина была серия уменьшающихся минимумов и максимумов. И здесь очень похожая ситуация. Серия уменьшающихся максимумов и уменьшающихся минимумов. Структурно все еще похоже на 2019, тем не менее. Есть вещи, которые, я думаю, стоит учитывать. И на это, вероятно, лучше всего посмотреть, открыв 200-дневный мувинг. Если вы откроете 200-дневный мувинг, он сейчас находится в районе 58 759 долларов. На пару тысяч долларов выше, чем нынешняя цена. Мне нужно чихнуть, но посмотрим, случится ли это. Итак, он на пару тысяч долларов выше нынешней цены. Ближайший минимум был 5 июля. И что интересно, в 2013 биткоин нашел вершину в апреле и потом спускался до 5 июля. 5 июля был минимум. И вы можете видеть, что фитиль был 10 апреля. 10 апреля есть фитиль наверх. Новый максимум. 5 июля был минимум. И потом мы поднялись на 200-м простым 7 июля. И сейчас, 7 июля, он не смог этого сделать. Но он всего провел пару дней под 200-м мувингом. И потом вернулся над ним и пробил линию нисходящих максимумов к концу июля, начало августа. Это один момент, который стоит учитывать, потому что есть негативная сезональность. Вот почему мы называем это летним спадом. И это произошло в прошлом году. Посмотрите на 2023-й. У нас также был спад, когда рынок умирал в летние месяцы. Посмотрите на 2021-й. Был спад, когда рынок нашел дно в середине июля. Посмотрите на 2016-й, где у рынка был спад, и он нашел дно в первой половине августа. На самом деле, если вы посмотрите на возвраты от начала года до даты по биткоину. Вот 2024-й, вот 2013-й. Вы видите, что есть негативная сезональность, подходя к июлю. Вот 2021-й, то же самое. Не так все хорошо в летние месяцы. Вот 2017-й, то же самое. Биткоин падает летом. Это одна из причин, по которой мы говорим много о летнем спаде. Вы видите падение в рынке по мере потери сантимента. И одна из вещей, о которых мы говорили, это то, что пары альткоинов к биткоину должны показывать слабость летом. По мере падения социального риска, вы можете видеть, что социальный риск упал обратно до 0,01. И когда здесь это произошло, пары к альткоинам растворились. И если вам нужно напоминание, если вы посмотрите на пары биткоина к альтам, вот здесь вы можете видеть, что таким же образом, как в 2019-м, они на уровне поддержки, который им сложно удержать. Так что есть свидетельства, чтобы поддержать идею, что мы следуем пути 2019-го уровня. Вы увидели прорыв золота, и это локальная вершина для биткоина. И также, конечно же, есть касание линии тренда. Доминация USDT, когда он касается этой трендовой линии, он немного поднимается. Это происходило много раз, и это нехорошо для рисковых активов. Это кое-что, что стоит учитывать. Мы знаем, что 2019-то это возможное развитие событий. Но что если биткоин поднимется над лентой поддержки бычьего рынка? Если это произойдет, тогда это будет означать, что это не как в 2019-м. Опять же, я это не контролирую, это просто как есть. Вот здесь, в 2023-м, мы увидели, как биткоин спустился под 200-й, мувинг, и потом вернулся в октябре. Вы видите, он вернулся в октябре. В 2019-м вы можете видеть, что он также вернулся в октябре, но это был ложник, который был уменьшенным максимумом. Это ложник, который просто стал уменьшенным максимумом. Здесь биткоин смог пробиться выше. В 2019-м не смог. И не пробился до следующего года. Причина, по которой он упал, он упал примерно в районе среза ставок. Есть шанс, что они будут позже в этом году. Так что... Я буду держать свой разум открытым. Я буду честен, буду держать свой разум открытым. У меня есть предрасположенность. Предполагать, что будет как в 2019-м. И я думаю, что по большей части это из-за того, что произошло в прошлом цикле. Но я также знаю, что каждый цикл отличается. Так что не стоит предполагать, что все будет точно так же, как в прошлом цикле. Мне кажется, что есть свидетельства, чтобы поддержать этот взгляд. Но если мы пойдем искать свидетельства, чтобы опровергнуть его, можете опять же посмотреть и найти плохую сезональность в биткоине летом. И это произошло в 2013-м, в 2016-м, в 2017-м, в 2021-м. И даже в 2023-м. Это кое-что, что теоретически всегда должно было произойти, вне зависимости от того, что будет в четвертом квартале. Опираясь на сезональность, было довольно вероятно, что мы увидим летний спад летом 2024-го. И это не зависит от того, что произойдет в четвертом квартале этого года. Итак, вы можете видеть, что в 2013-м, в четвертом квартале, что произошло, мы спустились под 200-й мувинг в июле, 5-го июля. Это точно, когда биткоин нашел минимум, также 5-го июля. Но помните, что в 2013-м биткоин поднялся выше 200-го мувинга вчера, 7-го июля. А сейчас пока что не так. Так что, немного отличается. Также в 2013-м биткоин вершину нашел в апреле, в 2024-м, в марте. Но я бы сказал вот что. Если биткоин сможет подняться выше 200-го мувинга и, скажем, выше лента поддержки бычьего рынка к середине июля, то есть свидетельство поддержать точку зрения, что может быть есть топливо в баке для еще одного движения в четвертом квартале. Как мы видели в 2013-м, здесь в 2016-м, когда мы спустились под ленту поддержки и под 200-й, а потом вернулись вот здесь, и в четвертом квартале мы увидели, как биткоин начал расти. Это все еще вероятность, которую стоит учитывать. Основное отличие, тем не менее, между тем, что мы видим сейчас и другие циклы. Я об этом иногда думаю. И опять же, я не использую это, чтобы говорить, что в этот раз все отличается. Пока что на самом деле все очень похоже. На самом деле, если вы посмотрите на возвраты цикла рынка, посмотрите на возвраты от минимума, вы можете видеть, где биткоин сейчас и сравнить с прошлыми циклами. И он здесь всегда был в этой точке цикла, вот здесь. Ну, то есть, если вы так на это смотрите, то не похоже, что то, что происходит сейчас, имеет большое значение. Если вы измерите от пика, возьмите от пика до пика, мы все еще гораздо выше прошлых циклов. А если от апрельской вершины, то нет, мы там, где должны быть. В этом смысле. Ну, то есть, этот раз не отличается в этом плане. Но есть другая часть меня, которая смотрит на это и говорит, что за всю историю биткоина уровень безработицы падал, за исключением 2020-го. Вы видите это? Огромный нисходящий тренд. И вот здесь есть всплеск и биткоин упал. Здесь мы медленно начинаем наблюдать, как безработица растет опять. Что биткоин ранее не переживал. Мне кажется, что биткоин, очевидно, может выдержать даже рецессию. Мне кажется, биткоин выдержит и продолжит жить и будет успешным. Но об этом стоит задуматься. Я думаю, что многие люди посмотрят на это и скажут, что будет пик в четвертом квартале. Там будет вершина и потом многолетний медвежий рынок. в рецессии. Это правда. Может быть что-то такое, но также может быть что-то типа страха в экономике позже в этом году. И люди подумают, что цикл закончится. Подумают, что сезон не случится. И потом он произойдет, когда он всегда происходит в год после халвинга. Так что я не знаю. Я думаю, что я могу на это посмотреть и сказать, что есть схожесть с 2019. Я вижу уменьшающиеся максимумы, уменьшающиеся минимумы. Похоже, что есть канал нисходящего тренда. Я это вижу. И также это произошло примерно во время среза ставок. Мы все еще до туда не добрались, но это не так далеко. Так что я это вижу. Но я также думаю, что мы можем вернуться и посмотреть на 2013 и увидеть, что у нас также были уменьшающиеся максимумы, но увеличивающиеся минимумы. И в итоге мы прорвались выше. Что я бы сказал? И я это говорил годы. Даже в начале 2022 я сказал, что вовлеченность в крипто, лимитированная до биткоина, дает вам доступ к приростам и минимизирует риски. Растет биткоин или падает, доминация биткоина должна расти. И посмотрите на альткоины. Они просто распродаются по большей части. Конечно, есть парочка, которая чувствует себя хорошо, но по большей части альткоины застряли в пробке на круговом движении. Особенно в паре к биткоину. Так что я не знаю. Если честно, я не знаю, поднимется ли биткоин над 200-м мувингом, но я бы сказал, что если он вернется над ним скоро, скажем, очень скоро, и вернется обратно над лентой поддержки бычьего рынка и сможет пробиться над этой трендовой линией, то шансы сильно увеличиваются на ралли в четвертом квартале. Так же, как было в 13-м, 16-м и 17-м. Если с другой стороны биткоин не сможет вернуться над 200-м мувингом, как в 2019-м, сделает что-то такое, где он будет отторгаться, то мы можем попасть в один из этих сценариев, где у нас будет среднесрочный нисходящий тренд посреди более крупного восходящего тренда. У нас есть крупный восходящий тренд, но также 9-месячный нисходящий тренд посередине. Так что может отыграть что-то подобное. У нас есть крупный восходящий тренд и среднесрочный нисходящий тренд в более крупном восходящем тренде. Я думаю, это вероятность. И мне кажется, искать намек на происходящее стоит в том, поднимется биткоин на 200-м мувингом и лентой поддержки бычьего рынка. Сейчас лента поддержки бычьего рынка в районе от шестидесяти тысяч четырехсот сорока трех до шестидесяти пяти двухсот. Так что она гораздо выше, чем мы сейчас. Если это копия 2019-го, то стоит ожидать, что биткоин провисит здесь какое-то время, может даже установит слегка уменьшенный минимум, и потом вернется обратно к 20-недельному простому, может быть, к августу. это то, чего в целом стоит ожидать, если будет отыгрывать похожее. Будет что-то вот такое. Вниз, обратно наверх, отторжение, спуск обратно вниз и уменьшенный минимум. Это если это движение в стиле 19-го. Если это движение в стиле 13-го, 16-го, 17-го, то не стоит ожидать, что он просидит здесь на этих уровнях еще больше времени. Стоит ожидать, что он вернется к 21-му экспоненциальному на этой неделе. Это то, что он сделал в 13-м. И в 16-м это был всего лишь фитиль под ленту поддержки бычьего рынка. Так что не стоит ожидать, что мы проведем много времени здесь, если следуем циклу 2013-го, 16-го, 17-го и 21-го. И это опять же следует этой негативной сезональности, которая происходит в июле. Так что я бы держал это в уме. Держите это в уме как то, что может дать нам взгляд на то, что будет у нас в 4-м квартале. Если это отыграет как в 19-м, это будет означать медленное стекание к концу года. Если это 13-й и 16-й, то не стоит ожидать, что биткоин здесь много проведет времени. Если вы откроете RSI на двухнедельном, это довольно интересно, потому что я его открою. Это немного интересно, потому что есть сценарий, где все основные вершины появляются на этой линии тренда, которую мы уже тронули. Но в противовес этому, то, что нынешний уровень, на котором мы сейчас, это именно тот уровень, на котором мы нашли поддержку в 2013-м. Видите? Мы нашли поддержку на этом уровне в 13-м, также вот здесь в 16-м. Несколько раз. Я смотрю на то, где мы сейчас, и думаю, что если это 13-й, то биткоин не может спуститься гораздо ниже, чем он уже спустился. Потому что если он спустится, то это будет означать, что он спустится под этот уровень RSI в районе 55-ти, когда мы спустимся под него, обычно мы спускаемся на гораздо более низкие уровни на двухнедельном RSI в район 40-ка и ниже. В 2019-м вы можете видеть, что у нас было ралли вот здесь до уровня перекупленности, но у нас не было поддержки на этом уровне в 55-56 и мы спустились вниз в район 40-ка. Я думаю, что мы на очень критической точке сейчас с биткоином. Есть много обсуждения цикл, где у нас будет пик в четвертом квартале года Халвинга, или будет обычный цикл, или может быть цикл, где вершина уже была. Это не веселая тема для обсуждения, но это стоит рассматривать, особенно если вы смотрите на такой график. Был только один цикл, где мы к этой линии подошли дважды в 13-м. Большинство этих циклов, если мы дошли до трендовой линии, то это близко к концу цикла. Но в 2013-м он дотянулся до этой линии, спустился обратно вниз, нашел поддержку вот здесь и получил еще одно ралли. В противовес, тем не менее, то, что вот это был год после Халвинга, а это год Халвинга. Это дилемма. Эти предыдущие пики появились в год после Халвинга. 13-й, 17-й и 21-й. Так что если это пик в четвертом квартале этого года, то конец лета в конце этого года. Так же как было в 13-м. Просто все это происходит на год раньше. Это один вариант. Но я также думаю, что если это не сломано, не надо чинить. У нас были пики в четвертом квартале каждого года после Халвинга. Опять же, произойдет ли это опять, может быть. Мы много с этим боролись, но может быть это произойдет как обычно. Но если это так, если это просто еще один пик в четвертом квартале 2025-го, не 2024-го, то это означает, что у нас не может быть такой же ралли в этом году. Потому что если оно будет в этом году, ну то есть если вы не думаете, что он может сделать шансы меньше. Так что один из вариантов это если это не ралли в четвертом квартале, то это стиль 2019-го, где летний спад уходит за границей лета в 2019-м. Летний спад ушел за границей лета и длился до конца года. И потом рынок вырос опять на следующий год. И потом у нас было ралли в четвертом квартале, но оно не случилось до следующего года. Так что в двух из этих трех лет у нас было ралли в четвертом квартале, но в одном не было. У нас было падение. И это был срез ставок. И сейчас рынок ожидает среза ставок в сентябре перед четвертым кварталом. Одна из вещей о биткоине это то, что он не повторяет точно то, что он делал в прошлом цикле. Он всегда бросает крученый. Я смотрю на этот график и думаю окей, если это тринадцатый, это означает, что здесь будет поддержка. Если это тринадцатый, может быть? Да, потому что если он удержится здесь и будет пик в конце двадцать четвертого, то это будет отличаться от предыдущих лет, потому что будет пик в год Халвинга, а не в следующий. И можете сказать, что технически это отличается. И следовательно, об этом стоит подумать как о слегка отличающемся сценарии. Но есть другая часть меня, которая думает, что если он просто отскочит, все вот здесь будут смотреть вот на эту вещь и будет как будто слишком очевидно. Не знаю. Это одна из тех вещей, о которых ты чрезмерно думаешь, когда стратегия на самом деле корректная. Это просто усредняться на уровнях риска, на которых вам комфортно. Но опять же, просто для общего развития. Один из способов, которым это может отыграть без ралли в четвертом квартале, это если рынок повторит движение 2019 года и будет стекать после среза ставок, где будет сценарий, где он спустится вот сюда и потом получит еще одно движение наверх в 2025. В противовес тому, что вот это основная вершина, тем не менее это может быть. это если вы посмотрите на месячный RSI, она даже не близко. Даже не на этом уровне. Мы не дошли до вершины и довольно сильно остыли. В 13 это падение здесь было до 70 и потом мы вернулись обратно, а сейчас мы на 58 на месячном. Так что опять же, это зависит от того, как вы на это смотрите. я трачу очень много времени и пытаюсь это разгадать. Это как головоломка, которую надо сложить, чтобы понять, как все будет. И на данный момент я думаю, что есть части, которые выглядят как 2019 для меня, но это также предрасположенность просто то, что произошло в прошлом цикле, так что это более свежо в моем разуме. и я также возвращаюсь к 13 и 16 и говорю, что окей, если это не 19, то мне кажется, биткоину надо это доказать в этом месяце. Если он вернется над лентой поддержки бычьего рынка до конца этого месяца. На самом деле, я не должен лимитировать это этим месяцем, но он не должен провести здесь много времени. В 13 и 16 мы не провели много времени под лентой поддержки. Так что сейчас тоже не должны если это 13 и 16 или 17 или 21 если это 19 то стоит ожидать более длительного времени на этих ценах. Мне кажется, одна из причин, по которой я возвращаюсь к этому, это если посмотреть на альткоины Total 3. до некоторой степени рынок альткоинов выглядит как 2019 у нас есть вот это ралли, который уходит довольно далеко наверх и потом мы медленно стекаем вниз до уровня ленты поддержки и потом идем еще ниже и выглядит похоже на то, что сейчас произошло. так что я все еще думаю, что есть свидетельства указывающие на то, что это похоже на 2019 но я хочу сохранять открытый разум. Мне кажется, были времена в прошлом, когда я открытый разум не сохранял и потом мне срывало лицо ралли. Я просто скажу, что это больше похоже на заявление если то. Если биткоин сможет подняться над лентой поддержки и 200-м мувингом до возрастают и если он этого не сделает и будет то же самое что в 2019 то шансы ралли в четвертом квартале снижаются и мы можем увидеть стекание до конца года. Так что я думаю, что это то, где мы сейчас в рынке. Я хотел просто провести апдейт по ленте поддержки. Мы об этом поговорили, посмотрим, куда биткоин пойдет на этой неделе и что произойдет и вы это можете видеть вы сейчас переживаете то, о чем мы говорили. Небольшой чик к биткоинам и многие альткоины не так далеко от своих минимумов. Посмотрите на Аду и это 2019 к Аде. Вы видите, как похоже это движение? Оно идентичное. И посмотрите на Дот. Многие на своих минимумах. Посмотрите на Эваланч. Просто стекают вниз. На Матик. Многие из этих альтов, которые так любили в прошлом цикле, ближе к своим минимумам, чем максимумам. Представьте себе сценарий, где биткоин пойдет на 40 тысяч. Если биткоин будет на 40 тысячах, тогда многие из этих альткоинов будут на новых минимумах. Ада на 34 центах. Ее минимум был 23 цента или что-то такое. Если биткоин упадет на 40 тысяч, как эти вот почему биткоин был лучшей партией, но мы знали это из-за того, где мы в бизнес цикле. Более высокие ставки не значит, что не может быть бычьего рынка, но это бычьи рынок, где более низко рисковые активы лучше себя показывают. Как много раз вы слышали, что ETH хорошо себя показывает, или альткоины. Вы можете говорить что угодно о них, но они все равно гораздо ниже, чем биткоин в последние пару лет. Я смотрю на это и думаю, что если биткоин упадет вот сюда, многие из альткоинов установят новые минимумы. Если он вернется обратно, доминация биткоина, кстати, все равно продолжит расти. Скорее всего. Это моя позиция. Мой апдейт по ленте поддержки. Посмотрим, что произойдет в следующие пару недель. Если вы в лагере 2013-го, 16-го, 17-го, 21-го с ралли в четвертом квартале, то вы хотите увидеть, как биткоин вернется над лентой до четвертого квартала. Если вы в лагере 2019-го и думаете, что это отыгрывает как 2019-й, то вы будете ожидать, что он здесь зависнет. Я не знаю. Я думаю, что у меня предрасположенность думать, что будет как в 2019-м из-за того, что это было недавно. Я бы сказал, что я 70 на 30. 70 на 30. Если мы вернемся над 200-м простым и удержим как поддержку, может быть, будет 50 на 50, но посмотрим. По метрикам от Бенджамина Жекована into the Cryptoverse, замечательные, кстати, метрики, мы еще все еще вот где, посмотрите, то есть вот этот логарифмический канал, который, понимаете, вот он. Мы сходили на ретест средних значений честной цены вот этой красной линии и ушли снова вниз. То есть она была встречена как сопротивление, что свидетельствует о том, что мы наблюдаем все-таки более здоровый рынок, чем маниакальный. То есть еще раз, хорошо, что мы сейчас выходим в коррекцию и чем дольше мы проведем времени в этом накопительном канале, тем лучше для здорового, плавного, хорошего роста цены. Резкий памп это всегда плохо для бычего рынка, потому что резкий памп это всегда ведет к еще более резкому дамбу и сдувается, как правило, еще ниже. Поэтому хорошо, что мы так плавненько идем. Всем профитроли, удачи в торговле, ходу побеждает, но трейдинг дает в моменте заработать больше и заработать так, чтобы вывести завтра, надо покушать. Но не всегда вы правы, еще раз помните, рынок такая штука, не всегда мы правы по рынку, часто мы ошибаемся, поэтому режьте риски, коротко, давайте прибыли течь, добавляйтесь в состязание на гейте, а у меня на этом все, но я с удовольствием выйду к вам еще в стримчик попозже, даже сегодня ночью по Европе. Как вы на это смотрите, напишите в комментариях и добавляйтесь к нам в телегу, если вы еще не добавлены, у нас в телеге очень прекрасная туса, нас при этом с вами уже, понимаете, в ютубе 102 тысячи без малого, кстати, давайте поднажмем, пробьем сопротивление в 102, ребята, а в телеге у нас все еще 25 тысяч, поэтому не знаю, что вы теряете, переходите в телегу по ссылочке из записания поправильной и что, скоро увидимся, пока-пока-пока, у!